Здравствуйте, дорогие наши участники конференции, дорогие гости! Сегодня гостей у нас, вы знаете, есть и даже не очень много, но из многих городов. Сегодня у нас в гостях лидер города Москвы, лидер Санкт-Петербурга, заслуженный врач гостей Валентины Ивановны. Я ее приглашу. Заслуженный врач России из Санкт-Петербурга Шурова, Валентина Тихоновна. У нас сегодня гости из Нальчика, из Кавказа, у нас сегодня из Заполярья, из Норильской гости. У нас сегодня гости из Сегежи, из Петкеранте, из Апатит. Это наши корейские города. Второй раз в наш город приезжают наши дорогие Сахаджи-Йоги из Рязани, из тоже центра России. И вот мы сегодня еще раз встречаемся на земле корейской, показать свет и любовь научного учения Сахаджи-Йога. Мы уже с вами говорили за 2080 дней до 2000 года, это было в прошлом году, об этом учении. Когда Солнце должно было, земля, вернее вокруг Солнца, обернуться 3,5 раза. Сегодня, до 2000 года остается уже намного-намного меньше, уже остается 956 дней. И нам кажется, что наступило время, когда не должно быть гонения на это учение, не должно быть грязных статей, не должно быть необоснованных всевозможных выпускных справочников. Мы сегодня с вами, и сегодня, и завтра, так же, как и 3 дня в Москве, попытаемся показать, как важно, чтобы это учение вошло в жизнь. Как важно, чтобы люди сегодня в столь непростое время, особенно для россиян, особенно для стран СНГ, чтобы люди поняли, что сегодня нравственность – это высшая основа человечества. Невозможно иметь никакого здоровья, невозможно иметь никакого благополучия, покорить в любви с нравственностью. Как это достичь? Наша конференция называется «Замопознание, культура, нравственность, здоровье, мир». И вот мы с огромной любовью ко всем здесь присутствующим и ко всем людям Земли сделали нашу, я считаю, небольшую конференцию. Кто-то скажет, два дня – это многое, вы знаете, не много. А сападжа йоги, которая существует 27 лет, можно говорить не один день и не один год. Жизни не хватит, чтобы осветить все аспекты сахаджа йоги. Нашей земной человеческой жизни не хватит. Но наступило время, когда мы должны вернуться к истине, к истине, к истине, к истине, к истине, к истине. Всем, кто сегодня нашел время, время – это необычное время. Кто-то его считает тяжелым. А мы скажем с вами, что время прекрасное. Валентина Ивановна, вы знаете, она очень-очень устала. Три дня встречать гостей из разных городов России и проводить программы не такого уровня, как у нас. Вы знаете, мы в Карелии живем очень-очень трудно. Я могу сказать так. У нас сегодня прекрасные залы. И все это нам дается, как в Царстве Божьем. Все просто вот так вот за спасибо. Можно сказать просто за спасибо. А там для того, чтобы организовать программу на три дня, арендовать здание Дворца культуры, надо очень много усилий приложить. Но я об этом не буду рассказывать. Я думаю, что Валентина Ивановна вам расскажет, как живется Сахаджи-йога в то время, когда мы действительно должны быть везде открыты для нас в сфере. Да, нас сегодня очень многие поддерживают. И об этом тоже Валентина Ивановна расскажет. И каждый из нас в своих докладах покажет, насколько сегодня эта практика уже обретает стойкую воздух. Мы уже идем уверенно по земле. Почему мы так быстро созвали нашу конференцию? Многие говорят, мы не знали, мы не знали. Да, мы только в апреле решили. А послужило тому, вы знаете, и я благодарю всех тех людей, сегодня благодарю, говорят, нет куда без добра. Те записки и правительство наше, и негативная статья, которая была в газете, как в нашей корейской курьер, как и в комсомольской правде. Вы знаете, они нас просто подстрекнули к этому. Сегодня говорить о том, что Сахаджи-йога относится к религии, и тем более к разрушительной религии, вы знаете, это неправда. Сахаджи-йога это маука, это сверхмаука, это будущее человечества. И вот благодаря тому, что нас просто-напросто попросили как бы отчитаться, и мы решили, что мы не будем отписываться ничем. Нашим отчетом может быть наша конференция, мы к этому готовы. Готовы наши доктора, готовы к нашей педагогии. К очень большому сожалению, наша программа сегодняшняя, намеченная, она не может быть выполнена. Почему? Потому что ученые Санкт-Петербурга, это профессор Петренко, это профессор Борона, это профессор Любичева, и Генри Германович Беляев, член Петровской Академии Наук, к сожалению, они не смогли приехать. Возможно, кто-то из них завтра сможет подъехать, но причина в чем? Мы в Москву на конференцию тоже смогли поехать, только лишь, я не знаю, как сказать, стыду ли нашему, или может быть, к радости нашей, что нас поддержала Москва. И я думаю, что вот так вот и надо жить в мире. В мире надо жить поддерживая друг друга. А наши сегодня, ученые, они не могут, я говорю, со слезами на глазах, они не могут приехать, потому что сегодня рядовая интеллигенция не ценится. Мы не новые русские. Мы просто те русские, кто сильны духом. И я считаю, те, кто сильны духом, они покажут своим сильным духом и любовь ко всем внутренним духом. Возможно, не столь радостно начинается наша конференция, но посмотрите. Сегодня, в день открытия врат Невесты, это происходит три раза в году. Это бывает день Крещения 19 января. Это бывает в мае 19 мая. Это бывает в августе, вернее, в сентябре, 19 сентября. Тогда, когда космические силы благоволят Земле. И все силы, которые есть в этом мире, мы видим всех, как они нас сегодня приветствуют. Они сегодня приветствовали нас огромными хлорками снега. Когда это бывает просто так, в то время, когда уже черемуха готова к цвету, а сегодня на ветках наших был снег огромными хлорками. В Агни-Йоге сказано, что большие хлорки снега это космическое благословение. Это вам показательство на Земле. Солнце, которое сегодня приветствует нашу конференцию. Это тоже доказательство, что мы стоим на правильном пути. А сейчас, дабы не быть многословными, я хочу вас просто немножко расслабиться, открыть ладошки, открыть свои сердца. В каждом человеке есть внутренняя энергия. Она наша внутренняя мать. И вот давайте эту внутреннюю энергию, нашу внутренняя мать, попросим, чтобы она пришла в наши сердца. Просветила наши сердца, наполнила наши сердца любовь и радость. И это любовь и радость. Да разольется она на весь мир. Госпожа, я вам и шли достала. Все сахаджи йоги мира ее ласково называют Шри Матаджи, почтенная, священная мать. Она дала человечеству бесоцельный удар. Она сделала великий подвиг среди всех ученых мира. Она законы души и законы тела, психологии и физиологии, соединив мы едино, дает нам возможность стать истинными людьми, стать человеками. А сейчас вас поприветствуют музыкальные номера. Это наши юные, наши юные сахаджи йоги вместе со своим руководителем сахаджи йогом они вас поприветствуют. Пожалуйста, побудьте в этой тишине и примите всем сердцем их любовь и радость и подарок от нашей Комиссии. Комиссия. Комиссии. Комиссию. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ с тех пор звучало корейское румно а сейчас мы с ребятами решили вспомнить давно в принципе в наше время уже забытая песня которая была очень раньше популярна в народе называлась она «Сапка и Кришка сделали дуду» 22 3 1 2 2 3 4 5 6 7 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА